АПТОС АПТОС, будьте красивы! АПТОС, будьте красивы! И прыгал большие препятствия и разбился довольно сильно Наверное, это такой какой-то наибольший экстрим Ну просто потому, что в отличие от трюков, которые ты делаешь сам Когда это не связано с другими животными Другими, в смысле, помимо тебя То это является полностью твоей ответственностью Даже когда ты поднимаешься на 15-20 метров под купол цирка Или ты прыгаешь Мы с Лешей Воробьем прыгали с моста в прорубь Адреналина не хватает? Потому что огромное количество трюков, тем не менее, исполняйте сами Ну не хватает, да, немножко не хватает Но потом, когда тебя профессия заставляет подобные вещи делать То просто самостоятельно поехать и прыгать с парашютом Или банджо-джампинг Или еще что-нибудь Ну лень Какой смысл? Лучше я в кино что-нибудь сделаю Кино или театр сегодня, вот что ближе, что интереснее Или одно без другого, вот, ну не бывает Трудно сказать, потому что кино кормит, кино приносит известность Кино это большое удовольствие Кино поднимает твою самооценку Кино, 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 кино Театр в меньшей степени, он не кормит и не приносит известности, конечно, никакой Ну, никакой особенной Но при этом настоящее актерское большое удовольствие скорее в театре Потому что есть обмен энергией, это совсем другое То есть представить себе, что я живу без кино, я вполне могу Я и в смысле экономической, ну и во всех смыслах уверен, что справлюсь с этими переживаниями А без театра? Без театра я не представляю Мне этот обмен уже нужен абсолютно Это привычка образующая В начале кинокарьеры за Евгением Стычкиным закрепилась амплуа эдакого милого мальчика Однако такое положение дел не очень устраивало актера Он жаждал более характерных и разноплановых ролей Именно поэтому очень скоро жизненный путь молодого парня привел его в театр Весьма примечательно, что сам актер признает, что в этом месте он оказался исключительно благодаря своей наглости Отмечая, что все остальные данные у него, мягко говоря, были средние Так или иначе, очень скоро в трудовой книжке молодого выпускника в ГИКа появились отметки всех ведущих театров Москвы Он выступал много и часто, время от времени переходя с одной сцены на другую В данный период карьеры Евгений Стычкин исполнил роль в спектаклях «Предложение» театра школы современной пьесы «Машенька. Театральная компания Виноградова» «Страх и отчаяние Третьего рейха» в театре «Вишневый сад» Однако главным местом работы для него стал известный Московский театр Луны На сцене которого он исполнил много ярких ролей В том числе и роль великого комика в спектакле «Чарлича», которая принесла ему театральную премию «Чайка» Также есть телевидение в вашей жизни, телепроекты, в которых вы участвуете Причем достаточно немало, что особо запомнилось и в чем бы хотелось принять участие Может быть, сейчас есть какие-то предложения? Единственный такой телепроект, в котором я участвовал, это был как раз цирк Нет, я думаю, что я больше не буду делать Почему? Ну, только или через, может быть, несколько лет Я сделал это, потому что мне хотелось, ну, знаете, мне исполнилось там 30 с чем-то лет И мне хотелось немножко посмотреть, насколько я бодр и зол Потому что это требует вообще дикой, вообще нечеловеческой отдачи Это чистый спорт, ощущение, что ты поехал, как я в юности ездил на сборы Вот это такое же ощущение, 5-6 часов в день и каждый день без выходных Минимум 6 дней в неделю, иначе ты просто все равно ничего не сделаешь И так-то все равно это, как вы понимаете, все равно То есть мы делаем все по-честному, но это все равно мы только делаем вид, что мы цирковые артисты Стать цирковым артистом, для этого надо жизнь на это потратить Ну вот, а согласиться на это еще раз, во-первых, я уже не вижу смысла Я все про себя понял, проверил и могу некоторое время повременить Пока у меня не начнется кризис среднего возраста, я опять не начну думать, что я засыпаю Посмотрите, что делает Евгений, это называется Сейчас эта вертушка, это трюки джигитовки исполняют По-моему, абсолютно профессионально Есть какие-то кризисы, переживания в жизни, или вот все получалось, как хотелось? Да есть, наверное, но у меня счастливая, счастливая, какой-то счастливый характер Я ничего плохого не помню вообще Избирательная память? Моя память, мозг и сердце выкидывает в одну секунду все плохое Я не помню, ни на кого не злюсь, не держу обиду, не хочу мстить Даже когда это объективно по отношению ко мне совершается какая-то гадость, мерзость А что, часто совершались какие-то гадости? Бывало Отличное качество, характер Это повезло, это маме с папой, спасибо, это не моя заслуга По поводу мамы с папой, со творческой семьи Мама, большой театр, тетка-балерина И даже крестный актер Анатолий Ромашин Это как-то повлияло на то, что стал актером? Да, конечно То есть я, конечно, отрицал, что это повлияло И, конечно, считал, что это мой собственный выбор Что меня прочили исключительно в ИНИЯС И в Переводчики, или в ГИМО Ну, в общем, короче говоря, быть серьезным, настоящим, взрослым человеком А я пошел в клоуны Что это мой выбор, мой будет Что, конечно, ерунда Теперь уже, в общем, глядя на это с некоторого расстояния Ну, когда, вот в каком возрасте понял? Потому что мне как-то однажды Игорь Верник сказал Что нельзя принять другого решения и пойти по другому пути Когда ты все детство проводишь за кулисами Общаешься с творцами и так далее Я не знаю, я до такой степени еще не отрефлексировал этого вопроса Но я, я, экзамены в ИНИЯС были чуть позже Несколько друзей поступали в Абгик Я пошел с ними, не думая поступать Зашел За компанию? За компанию вышла девочка, сказала, кто следующий Я сказал, я Огромное количество подобных историй Причем в них телезрители не верят, да? Потому что кто-то там пытается поступить несколько раз А кто-то, да, я так случайно с подружкой шел Там стал топ-моделью мира Я поступил на коммерческий курс Потому что и Джилы Ханян, и Филозов Которые были моими мастерами Это был такой двойной курс Два мастера Они оба сказали, что российскому кинематографу нужны герои И что поэтому я, конечно, на эту роль не гожусь Но что вроде я довольно милый мальчик И поэтому Если я готов платить за себя То они меня могут придать Родители, то есть, поддерживали, в принципе, желание стать актером, да? Поскольку они оплачивали, нет? Обучение Папа оплачивал обучение Но он ни в коей мере не поддерживал моего решения Он считал, что это влаш, идиотизм Что вообще, что это за ерунда Но потом надо понимать, что это был 91-й год Когда артист зарабатывал 4,5 копейки Никому нафиг не был нужен Не было кинематографа Был перестроечный, довольно уродливый кинематограф И это было 4,5 фильма за год В которых снимался только Александр Пандрат, ученый И все, собственно Ну и еще два с половиной артиста Ну да, и я, естественно, понятно в это число не входил Хотя я с первого месяца, практически со второй недели Учебы в Афгике начал играть главную роль в кино И тогда мало-помалу я, конечно, влюбился До этого это была действительно блажь, игра Потом я абсолютно влюбился в профессию Ничего другого никогда не хотел, не мог, не собирался и не умею И тогда уже я, во-первых, сам, ну, у меня довольно быстро На следующий год мы перевели на обычное, ну, некоммерческое отделение Что, мол, я хорошо учусь, потому что работать отличником Как-то непарадоксально Ну вот, и дальше я уже учился Так, но папа, ну, может быть, где-то ближе к концу жизни Он стал больше мной в этом смысле гордиться И понимать, что это некий серьезный выбор Ну и что это может быть серьезной профессией на всю жизнь А так все равно он всегда считал, что нужно сказать поступательность Сейчас актерам, потом сценаристам, потом, если повезет, режиссерам Жень, по поводу преемственности поколений Есть старшая дочь Соня, которая тоже собирается стать актрисой И, насколько я понимаю, что папа-то не очень-то и хочет Это так? Старшая дочь Софья, она сейчас учится на журналистике И она хочет быть журналистом, и она в этом явно очень талантлива Насколько она будет талантливой и успешной в актерской профессии, пока непонятно Она приняла для себя решение получить полноценное образование И в этом смысле и ее отец, у нее есть отец, который воспитывает И мама, и я, мы ее в этом максимально, насколько можно, поддерживали и к этому подталкивали А дочь вообще советуется с родителями? Ну, с мамой, понятно, она живет, а с папой советуется? Или вот все-таки собственное мнение подростка, это такой юношеский максимализм? Она даже слишком покладиста, она даже слишком советуется, даже слишком прислушивается Она принимает собственное решение, она не очень идет на поводу Но она очень субординированная и пока ни разу такого полноценного какого-то бунта не устраивала Да, да, в отличие от как раз младших детей, которые как раз борзые Почему борзые? Ну, я не знаю, почему борзые Так видно, характер такой Они абсолютно уже хотят принимать самостоятельные решения Хотят сами рулить собственной судьбой И сами, в общем, куда-то двигаться Часто видишься с детьми? Все время, но с сыном я живу Сын переехал ко мне, старший Сколько лет? 14 Переходный возраст уже затронул? Пришел ко мне, не то слово Он уже, по-моему, давно куда-то пришел Я все никак не могу туда перетел Как проявляется и как справляется папа с этим переходным возрастом? На уровне физиологии он подошел ко мне в начале лета, поставил так много Сказал, все, папа, я могу носить твои ботинка, у меня сороковой размер А через месяц пришел, сказал, все, папа, я не могу носить твои ботинки, у меня сорок второй А теперь у меня сорок четвертый И я сказал, что если будет сорок пятый, то я пойду его делать блатно Чтобы понять, кто его отец Потому что с какого хрена, откуда у него могут быть такие огромные грабли Он музыкант, он занимается на скрипке, играет с четырех лет, уже десять лет Он выступает один сам на сцене, с оркестром, в камерных ансамблях и так далее Он взрослый, сложившийся целый монстр А при этом он маленький мальчик, и вот это сочетание, конечно, и ему, и окружающим не всегда легко дается Сын, который чуть помладше, ему 13 И он пока не выбрал для себя профессию, что, конечно, когда вокруг все у него там музыканты И все вроде выбрали ее с пяти лет профессии Он чувствует себя немножко неловко, я пытаюсь ему объяснить, что огромное количество Огромная часть населения Земли выбрали профессию в 17, 18, 20 лет И при этом не менее счастливы, чем те, кто придумали себе в три года И пошли там музыканты цирка Дочь музыкант Дочь играет на пианино Сейчас из нее активно делают Моцарта Она занимается по шесть часов в сутки Музыкантами делает детей мамой, правильно? Да, да, ну вот, а я пытаюсь организовать все остальное тоже Ну, о них мама очень заботится Двое детей, то есть сын один ушел к вам, и двое детей остались с мамой Продолжение программы смотрите после короткой рекламы Детки в планах с новой супругой Ольгой, или все-таки вот сейчас творчество, актерство? Продолжение следует...